Здравствуйте, уважаемые амурчане, жители Амурского района. 20 апреля текущего года состоятся до выборы кандидатов в депутаты Амурского собрания депутатов. И я выдвинул свою кандидатуру самостоятельно кандидатам в депутаты муниципального нашего района. На чем я пытаюсь строить свою депутатскую деятельность? Первое. С чего начну? Конечно же, вникну в бюджетный процесс. Именно от того, как он сформирован постатейно, зависит, безусловно, жизнь и города, и всех наших районных поселений. Это тепло в домах, это здоровье людей, это, конечно, обеспечение не только медицинское, но и торговое, бытовое обслуживание людей. Это безопасность в школах и так далее. И не изучив этих проблем, не узнав их поглубже, безусловно, строить работу будет невозможно. Это первое, на что я обращу внимание и во что вникну. Тем более, я прихожу не на пустое место. Собрание депутатов уже действует. Сегодняшние до выборов они просто пополняют тот состав, который есть. И мне будет гораздо проще в общении с нашими коллегами по депутатскому корпусу эти вопросы рассматривать и решать. Следующее. Старок как мир. Та проблема, которая перешла из прошлого века, и она, к сожалению, не преследует нас. Это проблемная тема жилищно-коммунального обслуживания людей. Это малопривлекательная отрасль нашей жизни. И знание отраслей от экономики именно жилищно-коммунального хозяйства потребует от меня, как от депутата, конечно же, серьезного понимания в решении этих проблем. Я единственное, что могу пообещать, что прозрачность тарифов, а их даже пересмотр, это в силах того корпуса депутатов, который есть. И если эти помощи не будут доставать, то мандат депутата района, он поможет пойти и в краевые структуры для того, чтобы эти вопросы можно было рассматривать и решать. Следующий, третий пункт моей программы работы, безусловно, это организация работы с избирательными на участке. Открытие избирательного приема, так бы я назвал, встреча с вами, встреча с людьми, которые не имеют возможности сегодня решить свои какие-то бытовые, а может быть и разного рода характера вопросы, помогут мне с вами их услышать, увидеть и, конечно же, оказать содействие в их разрешении. Главное внимание, главное внимание, конечно, пожилым людям, главное внимание ветеранам и молодым людям. Это те, так говоря, людей, которые сегодня, ну, наверное, больше всего страдают от тех неурядиц жизненных, которые встречаются в нашей жизни. И, конечно же, мне, как депутату, придется однозначно с этими вопросами сталкиваться и, имея тот опыт, который я имею, я бы мог его применить в своей жизни. Какие средства, какие действенные рычаги могут быть у меня как у депутата для того, чтобы решать эти вопросы? Опять же, из опыта, самым действенным, самым настоящим является депутатский запрос. И ни один руководитель, ни один чиновник, ни работники прокуратуры, милиции не смогут, значит, уйти от ответов на те вопросы, которые вы будете задавать. Это самый такой рациональный способ решения тех проблем, которые есть. Ну и было бы неправильно, если бы я не сказал, что какой цель я преследую для производства, избирая сегодня кандидата в депутат. Это тоже открывает дверь во властной структуре, которые помогли бы мне решать производственные проблемы. Сегодня вопрос отвода земель, архитектурно-планировочные решения, вопрос экологии, использование отходов от производства. Все это в комплексе, без помощи района, без помощи края решить невозможно. И хотелось бы такую поддержку и помощь сегодня иметь. Ну а в целом, завершая сегодняшнее свое выступление, обращение к вам, уважаемые избиратели, хочу сказать, что вам делать выбор, вам принимать решения. Сама власть, как таковая, она мне не нужна. Это очень нервная, очень тяжелая работа, ибо я на этом посту 1974 года. Сочетание руководящей работы и собрания депутатов, на мой взгляд, помогут в решении многих вопросов, которые сегодня стоят перед жителями района, перед жителями города. Спасибо за внимание.